Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Джамате. Это город-курорт Анапа. Мы находимся на улице Славная, 9А, и я вам сегодня покажу гостевой дом Валентайм. Помимо своей территории, вы можете пользоваться территорией вилла Лайм, их столовой, анимацией, бассейном, проводить там время. Ну и здесь своя территория, в принципе, хорошая. До моря здесь 1 километр, минут 15 пешим ходом. Давайте смотреть. По ценам пробежнейшая, чтобы я не забыл, друзья, май, допустим, сентябрь, здесь по 400 рублей с человека можно отдыхать. Если вы приезжаете сейчас в пик сезона, то 1000 рублей с человека. Несмотря на сколько человек номер, есть 2, 3, 4 и 5 местное размещение, потому что номера заняты, мы вам показать все не сможем, к сожалению. Нажайте на сумму и получайте цену. Вообще все по номерам телефона, по ценникам узнавайте. Это прям сложно рассказывать, потому что цены образования везде разные. Заходим, помимо того, что можете ходить в хороший большой бассейн, здесь есть свой каркасник. Большущий выглядит вот так. С передней фасадной стороны здесь есть пара столиков, есть лежачки, на которых можно позагорать, ну и также где посушить ваши вещи. Но это не вся территория, еще есть немножко сзади. Заходим в сам гостевой дом. Здесь у нас небольшой коридор и есть кухня, из которой есть выход на задний двор. Здесь у нас общий санузел, которым можете воспользоваться и стиральная машинка. Здесь кухонная зона, есть в другом кухне, в номере будет мало, в которых мы вам покажем. Можете прийти, воспользоваться есть газовая плита, микроволновка, термопод, холодильник и обеденный стол. Проходим дальше и попадаем на задний двор. Здесь есть еще столы для отдыха, чтобы хватило всем и мангал. Также зелень высажена вдоль забора. На этом территория данного отеля заканчивается, но я не отметил, что у вас еще парковка абсолютно бесплатная. Там огромное количество мест перед самим гостевым домом. Я вам покажу два четырехместных номера. Двух, трех, пятиместное размещение здесь занято. Отличаться они будут тем, что есть балкон или нет. Мы сейчас на первом этаже. Здесь заходим с левой стороны стол, набор стульев, тумбочка, две кровати односпальных, одна двуспальная кровать. Есть шкаф, есть сприт-система, телевизор, еще одна прикроватная тумбочка. С правой стороны кухонная зона с мультиваркой, холодильником, краном и набором посуды. Также имеется свой собственный санузел. Выглядит он вот так, то есть душевая зона. Также есть унитаз, свой собственный бойлер, есть зеркало и раковина. Шкаф внутри выглядит вот так. И плечиков много, и так красиво полотенчики лежат с простынками. По цене я вам рассказал ранее. На второй этаж у нас ведет такая вот лестница. В доме имеется свой собственный Wi-Fi. Лестница удобная, 47 размер ноги. На этаже имеется утюг и гладильная доска. Смотрим с вами такой же точный номер, который находится над тем же. Все точно так же. Кухонная зона, стол, двуспальная кровать, две односпальные кровати. Есть добавочное кресло, есть прикроватная тумбочка. Этот стул можно поставить на балкон. Есть шкаф, сплит-система, телевизор. Санузел в номере также имеется свой. Выглядит он вот так. Здесь душевая зона. Также есть унитаз, раковина и зеркало. Шкаф у нас с большим зеркалом. Наполнение шкафа вы видите. Стеклопакеты здесь хорошие. Там дорога. Мы ничего не слышим. Открываем. И выходим на балкон. Балкон здесь у нас широкий, с красивым остеклением. И вот это вся ваша парковочная зона. Как говорится, паркусе не хочу. Ваша задача приехать отдыхать. Номера ловите напрямую, ребята, в названии в описании. Сейчас пойдем посмотрим еще зону отдыха, которым вы можете воспользоваться. Отдыхая на вилле Валентайм, вы можете пользоваться территорией вилла Лайм на буквой 34. Здесь территория закрывается. Итак, заходим во двор. Здесь проводится анимация для ваших детей. По прямой бассейнчик. С левой стороны есть столики, на которые вы можете посидеть, поработать. С Wi-Fi. Также есть детская зона. А с правой стороны присутствует вообще общий туалет. Есть мангальная зона, лавочка, разделочный стол. И с левой стороны есть кухонная зона. Плита, микроволновка, чайники и посуда. Посмотрим, как выглядят столики, друзья. То есть, тут мебель очень хорошая. Также дети кушают, сидят, играются. Телефон, Wi-Fi. Есть детская площадка с качелью. Есть горка, где полазить, где порисовать. Детская мебель. Бассейн здесь двухзонный. Есть детская зона и большая для взрослых. Места хватает всем и нет. Видите, детям он очень нравится. Есть место, где позагорать на лежачках. Есть даже вот такие вот, что-то типа стульчиков. В общем, выглядит это очень круто и классно. Также есть качель. И с этой стороны бассейн выглядит еще круче. Также есть бар-столовая, в котором можете покушать. Сейчас можно заказать какие-то блюда. Работает мангальная зона и также бар. Такие мужички жарят для вас великолепные шашлычки. Ну и также можете раздривные напитки взять и посидеть под зонтиками отдохнуть. Вот сразу предлагают вам все. Потом открывается раздача. И вы приходите, выбираете себе еду и садитесь. Друзья, мы продолжаем съемку обзора на гостевой дом Валентайм. Немножечко в другой день. Потому что так нам надо было. Но сейчас я вам расскажу, как пройти до моря. Что есть по пути интересного, классного, прекрасного. Ну и сами море посмотрим. С вами у нас сегодня такие великолепные висят облачки. Температура воздуха 27. Комфортная, великолепная. Ветер дует с берега. Значит, потихонечку шторм должен уже стихать. И, возможно, скоро разрешат купание. Когда хозяева заявляют 10-15 минут пешочком до морюшка. Мы уходим сюда и пошли по прямой. Время 1.44. Попробуем поменьше останавливаться, чтобы четко проверить время. Получится или нет у меня. Переходим на другую сторону. Здесь появляются тротуарчики. Можно даже под сенью деревьев пройти. Магазин продуктов. Мини-пекарня. Ну все. Че ходишь. Есть уже. Можно было дойти до гостевого проезда. Две минуты у нас ушло на это. Мы поворачиваемся направо. Перелог тихий. И идем до Пьянерского проспекта. По крайней мере, мне кажется, так проще ближе. Надо палочки какие-нибудь всего убрать, потому что, смотрите, спеют какие жердели. Классные. Поближе посмотрим. По помощи камеры. Есть контакт. Ну, собственно, для этого нам и нужны длинные моноподы. Вкуснотища. В качестве Пьянерского проспекта нам чуть-чуть придется еще пройти. В пути пока воровали мы даже жерделю. Мы четыре минутки, ребятки. Кстати, мне поступила тут информация о том, что наши шелычки, которые я вам показывал, где-то на кухне, будут работать наши любимые повара и секретные столовые. Это супер новости. Я надеюсь, что будет очень круто. Так что ждем открытия их. Далее здесь становится такой хороший тротуарчик. И до самого Пьянерского проспекта нас приведет он. Пьянерский проспект. Направо можно пройти через кривой проход. Это будет очень быстро. Налево через гостевой проезд. Нам чуть-чуть дальше находится. Но там больше инфраструктуры. Хочется вам показать больше инфраструктуры. Поэтому мы пойдем в левую сторону. Уже все продается. Фрукты, овощи, все торговые ряды работают. И ждут только вашего появления у нас в Пьянерском проспекте. Отдыхающих здесь довольно-таки много. Это на самом деле прям, ну, очень хорошо. По крайней мере, меня радует, что мы с вами можем наблюдать такую картину отдыха, счастья и радости. Магазин буквально на каждом углу. Фрукты, овощи. Из каждого двора. Столовая здесь. Из каждой 50 метров. Хотя здесь откроется секретное столовое время вашего отдыха. Я уверен, что в другие места ходить даже не будете. Что здесь, короче, ребятки только не продают. Ну, все без циника. Всегда вот таким форматом вру. Смотрите, рыба с циниками. Вино натуральную дегистрацию приглашает. Вещи, одежда. Пицца, суши. Кафе «Барабойка» называется, ребятки. Краблино-восточный предлагают. И вкусняшки разные. Вот это столовое в прошлом году снимал. Обзорчик. Шамшуи. Комплексные ДДП-300 предлагают. Длинная, пенная. И магазинчики. Прямо пути 10 минут. Мы на гостевом проезде дошли. Это при том, что пока я воровал персики. Эти абрикосы. Пока там еще задержечка небольшая была. Здесь у нас рыбочки. Это кипарис. Здесь 18+, у ребят сегодня. И поворачиваем направо. Смотрим, как выглядит сегодня гостевой проезд. Тут пытаются закрыть торговые павильоны. Но пока все работает. Это не может не радовать. Много всего функционирует. Здесь торговые точки, которые предлагают очень много разной продукции. От, не знаю, вещей, заканчивая доставкой в Москву. На самом деле, это можно купить любую услугу. Мне кажется, здесь и то, что конкуренция большая. Если есть спрос, то обязательно вам это предложат. Потому что без спроса здесь предлагают очень много чего. Вот эти деревья со скамеечками выглядят просто восхитительно. Абсолютно бесплатно сели, посидели. С правой стороны здесь появился детский парк. Там куча разных прыгалок, батутов. Для детей попкорн предлагают. Тем не большущий выбор разных развлечений. Ну и предложение торгового комплекса. Я специально иду подальше, чтобы не фиксировать то, что ребята работают, кто там работает и так далее. Чтобы лица не показывать. Так как сейчас здесь голлив пытаются закрыться. Им приходится выживать как могут. Открываются, как говорится, и работают. Чтобы хоть как-то отбивать долги, в которые люди позалазили. Практически уже дошли до Динамо. Сейчас через Динамо осуществляется проход к морю. Многие ходят с той стороны, кто-то с этой стороны. Можно ходить вообще абсолютно везде. Столовая на каждом углу. Куда не проверим эти головы, везде столовая, столовая от столовая. Ароматы еды, конечно, соответствующие. Кстати, если кто-то ел что-то здесь, на мединая ферма, было бы интересно вас послушать. Пишите обязательно. Потому что это очень вкусно. Особенно если готовят неплохо. То есть, фрукты, овощи можно глянуть, чем почем. Здесь ценники подписаны. 140 понедори, 150 нектарин, 140 мелкий нектарин, 60 кабачки, 100 рублей яблочки, 170 еще крупный нектарин, 80 слива, 250 перчик, 190 крупный перчик, 330 черешня. А вот эти вот почем, скажите, пожалуйста. 300 рублей лукошко. И абрикосы по 170, а я один украл бесплатно. Спасибо. Бузики, дыньки. Ну, в общем, ребят, ценник плюс-минус везде всеми одинаковый. С вашими городами тоже не особо отличается. Здесь, конечно, у вас там северные коэффициенты незавычные. Иногда у вас постоянно совпадают даже с северными городами. Здесь находится все из печи, косички, очки. Ну, в общем, друзья, выбор. Большущий все очень надо. Можно же просто руки помыть. Ну, ведьмин, что руки не помыть-то? Здесь барабуля, узбекский плав, жареный. Ух, и здесь столовая, вечная очередь. У нее, особенно на завтрак, меня прям порадовало, сколько здесь стояло. Там еще торговая фрукты, овощи. Самое интересное, что появилось в этом году на этом проезде. Это, друзья, вот туда всякие платные туалеты и душ, а здесь бесплатные ногомойки. С той стороны даже лавочки, чтобы переодеться. И, смотрите, там тоже бесплатные ногомойки. То есть бизнес решает, разделяется дорога на две. Пойдете туда, там помойте. Очередь там не хватает. Здесь сидите, моете. Здесь тоже самое работает. В общем, красота, друзья. Проезд этот, честно, прям украсили. Оценим напиточки. Побежали на море. То есть поставили зелень в горшках. Очень классно. Такого рядов, конечно, здесь прям все больше и больше. Надо даже потерять еще приход, потому что становится он очень популярный. И это прям хорошо на самом деле. Такое, правда, Надюнах я не люблю. И постоянно, как говорится, ругаюсь на нее. Но здесь мы видим, как делают еще и красиво. Так что особо не будем разбухать. Самое главное, у нас сейчас до квадроцикла, которые здесь стояли. Помните, нам здесь руководитель пляжа говорил, потому что ничего с ними сделать не могут. Администрация нашла в себе силу. И вот мы их с вами видим. Посмотрите, какой вид шикарный на море. Но у нас после вчерашних, там, инцидент одного. Потому что люди лезли в шторм купаться. Погиб человек. И трассные флаги висят. Посмотрим, конечно, как сейчас выглядит там море. Потому что, в принципе, предпосылок нету особых к тому, чтобы запрещать купание. Как говорится, спасателям видней. Тут теперь уже другое дело. Лучше, как говорится, перебдить. Смотрите, зонтики подоставали. Потому что шторм очень сильно смыл берег. Тут ребенка подпрыгивает. Мама стоит, контролирует. Красота. С левой стороны бар. Здесь люди, кто-то подальше отошел, загорает. Молодцы, в общем. Лежаки здесь по 300 рублей. Мусорки есть, переодевалки есть. Здесь нужный вам колорит присутствует по полной программе. На разных проходах лежаки стоят по-разному. Поэтому не удивляйтесь, что где-то говорят 400, где-то 300. Курить запрещено, кстати. Штраф 1000. Кукуруза, по-моему, по 100 рублей. Мороженое, это шариков за 100 рублей здесь. И выходим к морю. Это Джимате. Здравствуй. В общем, боковой ветер у нас. Я бы призывал, если купаетесь, не используете надуважки. Потому что, в принципе, отбойного течения того, что было вчера и позавчера, сейчас не увидим. Поэтому, я думаю, что купаться, в принципе, аккуратно, особенно под берегом, можно. По крайней мере, я бы купался. Есть боковое течение, донное, но оно в сторону Анапы. То есть утащить оно вас тоже от моря, от берега не сможет. Температура воздуха 30,5 градусов. Пришла туча, и нам закрыла цвет моря. Так, давайте я пока подожду, пока туча уйдет. Мы с вами посмотрим температуру водички. Это после шторма водичка у нас немножко мутноватая. Но, радуйтесь, у нас нет такого, как в Сочи или в других горных районах, что, когда проходит дождь, совсем все смывает, со всех мест и море превращается прям в печальку и грусть-кинку. Но здесь, в этом плане, гораздо легче. Красивая картинка. Итак, дорогие мои друзья, все, как вы любите. Ой! Все, на еще одному градуснику. Уронил его в море. В общем, 27 температура воды была. Надо быстрее вытащить батарейку, а вдруг спасется. 27,1 температура водички. Так выглядят все пляжики. Видите, кто-то слушается, выкопал для детей бассейны целые, а кто-то продолжает купаться в море. А еще бы денечек потерпеть, чтобы все было хорошо. 100%. И филоги поменялись на желтые. Такие вот дела. Привет вам всем с курортов. Хорошего отдыха, ребятки. Пишите ваши комментарии. Отдыхайте с умом. И это солнцем. И чтобы все у вас было хорошо. С вами был Юрий Азаровский. Всем привет в Черноморске. До следующего видео. И немножечко вам море. Ну и все номера, друзья, в описании, в названии. Пользуйтесь. Приезжайте, отдыхайте напрямую. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok